Следующая тема, которой мы занимаемся на наших семинарах и она есть в наших услугах, это бизнес-процессы поддержки информации. Я все-таки надеюсь, что некоторые из вас занимаются этим процессом поддержания САИ. Я думаю, интересно посмотреть наш взгляд на эти процессы со стороны методической. Если вы были на нашем сайте и сверху там такие, как мы называем, утюги, это на самом деле не утюги, это группа процессов, которые мы обычно описываем в рамках наших проектов. И, собственно, первая группа процессов всегда идет, это описание оборудования и введение нормативно-справочной информации. То есть есть достаточно много таких процессов, которые позволяют описать процесс создания записи, ее утверждения, процессы создания технологических карт на ремонт, процесс учета дефектов в точке НСИ. То есть мы этим занимаемся достаточно много времени. Здесь, в частности, написаны такие основные процессы, которые мы предлагаем нашим заказчикам. Диаграммы несложные, поэтому на вебинаре сейчас рассказать, я думаю, что не получится. Это просто примеры процессов, которые на семинарах очных мы обсуждаем уже более детально. Видно, что достаточно сложные процессы, только введение записи об объектах. Ну, чтобы не разбирать эти процессы глубоко, я здесь там сделал 3-4 слайда, которые показывают, собственно, отличные основные концептуальные моменты при введении записи об оборудовании этих картах. То есть по нашей практике, по нашему опыту, существует такие несколько ключевых процессов состояния этой информации. То есть до запуска системы есть такой процесс, мы его называем массовый сбор и очистка данных. То есть задача этого процесса на этапе подготовки данных для системы собрать соответствующие документы, техническую документацию, файлы пользователей, собрать ее в некие промежуточные таблицы, я буду говорить таким сленгом, слить в базу грязную, я надеюсь, вы понимаете, как МСИ специалисты, что такое база данных грязная. Соответственно, в этой базе данных провести определенные манипуляции по очистке нормализации и выдать в некую информационную систему единую базу уже чистую. То есть это такой процесс введения МСИ на этапе подготовки данных до АСУ ТАИР. Ну, АСУ ТАИР, либо ERP-система, тут у нас отличий практически нет уже. Соответственно, при запуске, это продолжение того процесса, то есть, в принципе, вы же понимаете, что эта база данных, она должна работать в некой системе. Соответственно, происходит некая унификация этой сущности в базе данных с требованием целевой системы АСУ ТАИР. По нашему опыту, опять-таки, когда определенные требования самой системы, которую вы выбрали, можно уже на этом этапе разделить, собственно, справочники и данные, потому что для разных систем это, как бы, немножко разные могут быть понятия. Задача IT-специалистов подготовить интерфейсы загрузки в систему, ну и, собственно, загрузка в систему справочной нормативной информации происходит, значит, на финальном этапе. Когда, соответственно, ваша группа подготовки данных отработала в режиме проекта, начинается нормальная эксплуатация АСУ ТАИР, когда, ну, не всегда такие пользователи, да, но некие пользователи через систему заявок просят изменить, добавить записи. Здесь начинается уже нормальная, так сказать, штатная работа НСИшника по поддержке пользователей в трюкинеисправочниках. То есть тут уже нет никаких интерфейсных таблиц, есть непосредственно одно окно, в котором человек по данным, по поддержке пользователям, непосредственно в системе меняет эти записи под запросы пользователей. Ну, и введение данных, мы с вами договорились вначале, что есть справочники, которые ведутся группой НСИ, и есть пользователи, которые напрямую работают в своей системе, в своих процессах, меняют свои данные, как им захочется. Вот такие концептуальные, потому что быстро иначе не рассказать, какие есть именно разновидности введения информации при эксплуатации систем. Бывает еще такой выроденный случай, когда у вас происходит какая-то реконструкция или строительство новых мощностей, вы повторяете, по сути, тот этап сбора данных массовой, в виде каких-то небольших задач, когда исходные информации собираются в какие-то интерфейсные таблицы и, соответственно, после этого загружается в некую систему управления. Редактор субтитров А.Семкин